Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Мы сегодня поговорим с вами о некой общей проблеме современного человека, о нехватке времени, мы не успеваем, очень многого не успеваем. И сразу, так сказать, анонсирую некий совет, который дает нам царь Давид в своих псалмах в первом же самом псалме, открывающем книгу хвалений, он дает нам рекомендацию о том, как вообще попытаться бороться с этой тотальной спешкой и с вечным неуспеванием самых важных вещей. Когда-то, помню, в период, в годы моего детства, мне нравились песни Дербенева, которые исполнял Боярский, там есть про коня, ко мне приходит рыжий конь, там лицом мне дышит рыжий конь коситься синим глазом, лиловым глазом. Вот там есть такие строчки, «От прадеда пахло ромашкой и мятой, я пахну бензином и синим огнем». «Сто дюжин коней под капот я запрятал, а прадед везде успевал на одном». Нравятся мне эти слова, годы протекли, большие годы протекли, в общем-то, мне нравятся эти слова. Действительно, мы быстро обмениваемся информацией, и при помощи компьютера, гаджетов быстро перемещаемся в пространстве, при помощи самолетов и этих дюжин, и сотен дюжин коней, запрятанных под капот, какой-нибудь там малолитражки, значит. Но, тем не менее, ничего не успеваем. Откуда это? Что это? Это такой большой жизненный вопрос. Ну, царь Давид тоже был знаком с этой проблемой. У него в первом псалме говорится о том, что человек, который поучается в законе Господнем день и ночь, он похож на дерево, посаженное при потоках воды, которые плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и дальше уже по нашей теме вся елика аще творит, успеет. То есть то, что человек задумал, то, что ему нужно делать, значит, он успеет. Очевидно, спешка и эта вечная погоня, беготня за ускользающими целями – это вечное занятие человека, независимо от того, живет он уже после промышленной революции или уже в цифровую революцию, очутился он на земле, или он живет еще там с простейшими способами хозяйствования. Значит, вот дается такая рекомендация человеку. Человек не успевает, это факт. Его мучает это отсутствие успеха, и вечная гонка, гонка за убегающей целью – ждать и догонять. Так говорят, да, две трудные такие работы человеческие. То есть сидишь, ждешь с моря погоды, утомляешься от ожидания, счастья ждать и устало, и вовсе нет. Или бежишь, значит, за этим счастьем, тем же, значит, и не успеваешь его догнать. Вот царь Давид переключает наши, так сказать, рельсы нашего поезда, передвигает стрелкой на совершенно другие пути. Он говорит, что нужно, оказывается, заниматься законом Господним, размышлять о нем день и ночь. То есть есть много вещей, которые вы знаете наизусть. «Надеюсь, вы знаете десять заповедей». Не три из них, там, «Не убей, не прелюбодействуй, не укради», а именно десять, потому что они от первой до последней представляют собой некое законченное тело. То есть здесь альфа и омега. Это вот такой законченный закон данный человек. Вот там, «Надеюсь, вы знаете наизусть, допустим, учение о блаженствах евангельских. Девять так называемых заповедей блаженств, которые Христос принес в Нагорной проповеди. Может быть, вы знаете еще какие-то молитвы, «Отче наш», там, или «Псалом покаянный, помилуй имя Божия» и так далее, и так далее. Все это есть закон Господний. То есть, поучаясь в нем, то есть, живя одновременно вот в этой суете и круговерте, мы имеем право и власть и возможность жить душой в другом мире. То есть человек – это существо, живущее в двух мирах одновременно. Для человека это нормально. Телом находиться вот здесь, а душой находиться в другом месте. Там мысли свои занимать чем-то другим. Вот не тем, что ты видишь, например, передумай тетрадь. Я могу не думать о тетради, например, могу думать, скажем, о том, как, допустим, сейчас живется, скажем, в Африке бедному чернокожему человеку. То есть я имею право и власть думать не о том, что вижу, а о том, чего не вижу. И так и каждый из нас. И вот если я, занимаясь чем бы то ни было, умом погружаюсь в закон Господень, Давид обещает мне странный подарок. Человек такой, то есть я в данном случае буду похож на дерево, посаженное при потоках, которое не потеряет листья свои, то есть его внешние дела будут тоже полезны. И плод свой даст во время своё. То есть будет плодовитым человек такой, и всё, что он будет творить, он успеет. То есть не он будет бегать за делами, дела будут бегать за ним, и он будет совершать сепарацию и селекцию, и будет успевать то, за что будет браться. Такой подарок обещается Богом, Духом Святым через Давида в Псалмах, в Первом Псалме, человеку, занимающемуся законом Господним. Отсюда мораль. Очевидно, мы не успеваем очень многих вещей, потому что не бросили якорь. То есть мы позволяем не только телу бегать и суетиться, но и мыслям суетиться. А если у тебя, например, в руках ведро или лопата, или мокрая тряпка, например, или стамеска, или молоток, а голова твоя как-то с Богом всё-таки коррелирует в своё поведении, тогда тебе обещается успех во внешних делах и отсутствие лишней суеты. Действительно, технология не только не избавляет нас от лишней суеты, она ещё добавляет нам её. Вместо того, чтобы нам служила техническая цивилизация, мы сами превращаемся в предаток и в обслугу технической цивилизации. Но страшно подумать, что будет с атомными электростанциями, если их внимательно не эксплуатировать. Это будет гибель всего живого. То есть сама цивилизация требует нашей работы, но не столько нам служит, сколько мы превратились в её челядь и обслугу. Кто из нас голем? Она для нас или мы для неё? Так вот, занимайтесь законом Господним, поучайтесь в Слове Божьем день и ночь, и человек вот такому обещается не суетиться, и всё, что начнёт, успеет. Вот такую прекрасную вещь мы вычитываем в книге Хвалений, в книге Давидовой, в книге Псалмов. Пробуйте и убеждайтесь, что это так и не иначе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!